Нужно изучать новую Россию, а не возбуждать фантомы Советского Союза. При этом я абсолютно уверен, что новый «Фултон», новое издание «Холодной войны» нам сегодня не грозит, как бы глубоко это ни сидело в головах отдельных политиков. За последние два месяца мы, во всяком случае, в нашей стране явно увидели, кто помогает в кризисный период России, кто наши друзья, кто нет. Тем не менее, считаем, что ничего фатального, непоправимого не произошло. И давайте признаемся в этом откровенно, по сути, то, что происходит, сегодняшняя ситуация, это острая фаза продолжающегося кризиса всей евроатлантической политики, вызванной однополярным миром. И из этого кризиса нужно выходить сообща. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, с учетом сказанного поделюсь своими соображениями о принципах самоорганизации в справедливом и многополярном мире. Он, безусловно, должен основываться на коллективных началах и международном праве. Сила в отрыве от международного права порождает непредсказуемость и хаос, когда все начинают воевать друг против друга, что, собственно, и случилось в Ираке. А любое избирательное применение основополагающих международно-правовых норм подрывает и международную законность. Но законность не бывает выборочной. Она или существует, или ее нет. Поэтому полагаю, что всем требуется решительный отказ государств от войны как средства, как инструмента своей политики. И малых государств, и больших государств. И если мы признаем, что международные отношения – это сопряженные интересы равноправных, суверенных государств, то всякое стремление к доминированию, к достижению своих целей за счет других должно быть признано аморальным. Недопустимо также навязывание другим государствам собственного национального права, как и решений внутреннего суда. В этой связи подчеркну важность сохранения центральной и координирующей роли Организации Объединенных Наций, как наиболее полномочной международной организации. Задачи ее укрепления, поддержки, поддержки ее международно-правового авторитета сейчас актуальны, как никогда. Теперь о природе и первых уроках экономического кризиса. Как я уже сказал, к нему привел прежде всего так называемый экономический эгоизм ряда стран. Впервые об этом я говорил на Международном экономическом форуме Санкт-Петербурга. Как видим, то, что случилось, грозит подорвать устойчивость всего мирового развития. Наши эксперты неоднократно предупреждали о нарастающих негативных тенденциях на сырьевой и продовольственной биржах, в финансовой системе, и мы открыто делились своими оценками будущих угроз, в том числе и в формате «восьмерки», что состоялось совсем недавно на Таяко в Японии. Что надо делать? Считаю, во-первых, что в новых условиях нужно упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные институты регулирования. Во-вторых, следует избавиться от серьёзного дисбаланса между объёмом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ. Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию мыльных пузырей, а ответственность публичных компаний перед своими акционерами размывается, по сути сводится к нулю. В-третьих, нужно укрепить систему управления рисками. Свою долю риска и ответственности должен с самого начала нести каждый участник рынка. И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного роста стоимости любого актива. Так не бывает, это противоречит экономической природе. В-четвёртых, нужно способствовать максимально полному раскрытию информации о компаниях, ужесточать надзорные требования, усиливать ответственность рейтинговых агентств и аудиторских компаний. И, наконец, в-пятых, необходимо сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов. К сожалению, мы сейчас приходим к пониманию этой необходимости через кризис, а, соответственно, через снижение качества жизни и дестабилизацию бизнеса. Все названные проблемы носят абсолютно интернациональный характер. Они требуют разработки и новых критических технологий в политике и экономике. Именно для их решения Россия предлагает изменить глобальную финансовую архитектуру, пересмотреть роль действующих институтов и создать новые международные институты. Институты, которые бы на деле обеспечивали стабильность. Любой кризис – всегда еще и способ разрешения естественных противоречий. И надо максимально использовать его, чтобы очиститься и удлинить, максимизировать период роста наших экономик. Время еще не упущено. Важно, что сегодня уже должно прийти понимание многополярности мира и сложности глобализации. Еще в 90-е годы проявилась неэффективность однополярной экономической модели. Ее опорные позиции и в МВФ, и в Всемирной торговой организации тогда серьезно себя дискредитировали. А в последнюю эпоху, в последний период целую цепь проблем создало и ослабление доллара. Сейчас буквально на наших глазах идет фрагментация международной финансовой системы. На примере Соединенных Штатов, и не только их, мы видим и то, что переход от саморегулируемого капитализма, по сути, к финансовому социализму достигается за один шаг. Более того, налицо даже такая готовность национализировать один актив за другим. Новыми факторами стабильности на этом фоне стало бы формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют, что, собственно, уже произошло в Европе, имея в виду и экономику Евросоюза, и наличие мощной региональной валюты евро. Россия будет активно способствовать процессу оздоровления международной финансовой системы, причем не только в «восьмерке». Понятно, что в рамках «восьмерки» этого уже не сделать, и я с удовольствием отметил, что многие американские коллеги уже об этом начали говорить. Я имею в виду привлечение к этому процессу и других ключевых экономик – Китая, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, может быть, и других. В любом случае Европа не должна оказаться здесь слабым и уязвимым звеном. Глобализация будет сопровождаться повышением роли государств, гарантов благополучного национального развития. А коллективным структурам глобального управления придется выполнять роль арбитров, обеспечивающих совместность и совместимость их экономических стратегий. В этой связи считаю своевременной идею президента Франции провести многостороннюю встречу для рассмотрения накопившихся проблем в мировой финансовой системе. Представляется дальновидным и его предложение о создании общего экономического пространства Евросоюза и Российской Федерации. Так нам будет легче обеспечить устойчивость и конкурентоспособность наших экономик и создать качественно новую атмосферу отношений. Думаю, мы могли бы вместе начать и разговор о будущем европейского континента. Речь, разумеется, идет о роли Европы в глобальной экономике и об установлении справедливого миропорядка. Россия исторически является частью европейской цивилизации и для нас, как европейцев, не безразлично, на каких ценностях будет построен будущий мир. О кризисе на Кавказе считаю, что исчерпывающие оценки его причин уже даны. Все необходимые решения нами приняты. И мотивы их принятия, надеюсь, всем понятны. При этом хотел бы также проинформировать всех присутствующих, что сегодня до 24 часов миротворческий контингент России покинет зону безопасности Южной Осетии и Абхазии. Сейчас, когда в зонах безопасности по периметру границ... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!